Привет, ребята! Мы в Финляндии, и мы строим здесь базу для рыбаков. Мы сейчас не готовы, нам надо примерно неделю на то, чтобы мы сделали проект. Но кое-что я уже показываю. Мост 800 какого-то лохматого года и выход в огромное озеро. Но, мужики, я стою здесь, и тут форель выпрыгивает, вы бы знали какая. И местные говорят, а эта фигня, это неинтересно. То есть форель, лосось, это неинтересно. Я потом узнаю, что им интересно, но сейчас про рыбалочку. Значит, смотрите, что мы имеем. Мы имеем вот такой пирс, скажу сейчас на сколько лодок, на 20 лодок. То есть вот это будет пирс на 20 лодок. То есть лодочку мы вот сюда паркуем, здесь, а на этой лодке, я тебе сейчас говорю, столько рыбы выживаю. Знаешь, как форель как выпрыгивает, так гуляет? То есть у нас два варианта. Мы отсюда выходим через мост и идем туда сколько угодно километров, выходим в огромное озеро, либо вдоль плотины идем сюда. Из интересного. 20 евро стоит лицензия на 3 дня. Это то, что спиннинг. То, что без спиннинга вообще ничего не надо. Просто лови карпа, лови форель, сколько угодно. Вот сколько угодно. Придумаем какой-то домик для разделки и термообработку для того, чтобы приехали, наловили, упаковали и увезли в свою там Латвию, Литву, Эстонию, откуда вы, ребят. Итак, ставим здесь лодки. Про рыбалку потом отдельно половим, посмотрим, расскажем. Постали здесь лодочку. Из лодки поднимаемся. Вот. Тут сейчас вопрос. Я предлагаю напрямую сделать мостик в ту сторону. Но говорят, что это лишние затраты. Не так сложно пройти здесь 50 метров. Поднимаемся. Поднимаемся. Это парковка на 40 машин. То есть, неважно, какой период времени года. Рыбалка круглый год и зимник, и летнее, осеннее, весеннее. 40 машин здесь паркуется. Никаких проблем нет. Дальше. Вот эту чащу мы максимально сохраним, березки. И здесь внутри мы построим банный комплекс. На это уйдет немного времени. Сейчас покажу, где мы находимся. Чтобы вы понимали. Находимся мы вот здесь. Здесь вот такая старинная церковь. Вот так называется озеро для зимней рыбалки. И вот эта петляющая река, на которой мы находимся. Смотрите, какие угодья здесь для рыбалки. Смотри, чем она интересна. Тем, что ты сюда можешь приехать с семьей. С жена, с детьми. Они находятся в цивилизации. То есть, это город. Ты можешь по магазинам пошопиться. Это достопримечательности погулять. Апартаменты, поверьте, мы говно не делаем. Если мы уж взялись, то мы вот так вот сделаем. И там будет у нас разбивка. Рыбаки налево. В лесу. С пивом и алкоголем. Дети, женщины направо. Придумаем, как это разделить. Чтобы не было эхо от воды. Конечно, идет. Это будет сложно. Но мы с акустикой что-то придумаем. Чтобы, например, дети и женщины не услышали мат. Ну и все такое. Старинный городок. Он очень аутентичный. Здесь мы поставим, наверное, кофеюшку. Придумаем меню. Да-да-да. Мы полностью упакуем. Настолько проект, что ты в Латвии покупаешь, например, недельный тур. Тебя сюда трансфером либо с самолета привозят, либо напрямую с машины. Будем прорабатывать и такой, и такой маршрут. И здесь ты полностью будешь упакован, как в турецком отеле. У тебя будет абсолютно все. Все будет понятно. Все будет комфортно. Потому что все это будет рассчитано на отзывы. То есть тебе понравятся отзывы. Ты поделишься с другими. И все будет окей. Поэтому момент сложный. Но попробуем сделать. Но не в первый же раз. Напомню, что это Финляндия. И Финляндия немножечко... И то, что вам может показаться, что это как бы стрёмные сараи. На самом деле это элитное жилье, которое стоит там по полмиллиона, по миллиону и так далее. Все-таки это каркасное строительство. И там приветствуются каркасы. Вот такие дома здесь вообще прям заоблачную сумму имеют. Получаем мы ключики. И будет у нас здесь 3-4 дня для того, чтобы пожить жизнь этого дома. 3-4 дня на самом деле это очень мало. Потому что за 3-4 дня мы фактически должны нарисовать проект будущего здания. Перемерит фактическое здание. Все электрокоммуникации, конечно же, все будет отоперебито. Чем хорошо? Он такой ардекошный. Опять же, это финский ардеко. То есть это говорит о всяких там интересных элементах и так далее. Вид из окон. Он просто волшебный. Сейчас мы остановимся внизу. Здесь все понятно, но вы только себе представьте, что у нас будет вид к пирсу, чтобы лодка могла причарить и здесь. Там у нас находится большой пирс, который я раньше показывал. И вот в этой части моя идея, что все эти березки, которые выросли, они должны быть сохранены. И здесь уже есть подводка коммуникации. Здесь набиты коммуникации. Каналюшка, электрика и всякая история. И мы здесь должны спроектировать и поставить какой-то банный комплекс. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть, что мы просто из наших каркасников в Латвии собираем каркасники по финской технологии. Выставляем их сюда. Согласование. Это уже вопрос, наверное, местного архитектора. И вот с ними мы здесь уже поработаем. Продолжение следует...